Песни о его жизни. В Минске презентовали диски в память о белорусском композиторе Олеге Молчине. Через неделю ему должно было исполниться 55 лет. Олег Молчин работал в самых разных жанрах, от эстрады песни и джаза до академической хоровой музыки. Был виртуозным джазовым пианистом и талантливым аранжировщиком. Широкую известность он получил как автор множества композиций, которые исполнялись Владимиром Мулявином и Песняраби. Двойной диск с песнями и обработками, созданными композитором для ансамбля и диск-песен, написанных им для любимой жены певицы Ирины Видовой, подготовила к выпуску легендарная фирма «Мелодия». Именно под этим лейблом знаменитый белорусский ансамбль выпускал виниловые пластинки, а в последующем и диски на протяжении всего своего творческого пути. Действительно были на одной волне 24 часа в сутки. Мы были неразлучны. Более того, я сейчас ощущаю, что наша духовная связь не разорвалась. Был выпущен двойник, то есть практически все наследие молчанное, которое он создал в Песнярах. А также туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась ни в одном издания, «Авы Соло Альбуслова Скорыны», с которой молодой композитор 24 года пришел в Песняры. И Песняры исполнили ее на 20-летнем своем юбилее. Песни Олега Молчина брали в репертуар ведущие артисты и коллективы Беларуси. Продолжают их исполнять и эксолисты Песняров. А песня, исполненная Владимиром Мулявиным, молитва на стихе Янки Купалы еще при жизни композитора, стала классикой и духовным гимном белорусов. Об Олеге Молчине знают и далеко за пределами Беларуси. При жизни композитор возглавлял Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей. Сейчас друзья и коллеги готовятся к памятному юбилейному концерту, который пройдет 11 апреля.